Всем привет! И сегодня мы готовим очередной праздничный салат. Как вы уже видите, этот салат называется «Гнездо глухаря». Что хочу сказать? Салат очень вкусный, несмотря на то, что очень мало ингредиентов. Если обычно там в праздничной что-то, всякие навороты, там фрукты какие-то, сухофрукты добавляются, что-то еще. Тут вот самый-самый минимум продуктов надо. Отварная куриная грудка, яйца, кстати, яйца я чуть очистила. Сами видите, какие они страшненькие, уж извините. Я надеюсь, что они были очень свежие. Вот поэтому иногда говорят, что свежие яйца плохо очистятся. Большой огурец или два маленьких. Я беру, мне нравится больше с укропом. Ну, как-то, мне кажется, красивее смотрится, на травку похоже больше. Картошечка обязательно нам нужна, лучок. И что нам еще нужно? Ну, майонез для заправки. Нам нужна вот такая терка для корейской морковки. Вот в этот салат именно вот на такой терке нужно натирать. Так что будьте в хозяйственных магазинах. Покупайте. У меня у самой, она германская, вот этой фирмы. Все вы ее хорошо знаете. Без такой вот терочки это не то. Потому что все-таки мы жарим во фритюре картошечку. Она должна быть очень хрустенькой такой, тоненькой. Именно похожей на те веточки, которые собирают глухарь для своего гнезда. Ну ладно, что-то я разболталась. Еще что можно. Если вы не хотите заморачиваться и делать из желтков яйца, сами которые кладутся в гнездышко, купите перепелиных яиц, отварите, положите сверху. Это очень красиво смотрится и аккуратненько. Вот. Ну что, давайте готовить. Ну и первое, что мы с вами сделаем, это порежем грудку. Грудку я уже сварила заранее. Она остыла. Вот. Ну, режьте как вы хотите. Самое главное, чтобы это все-таки были маленькие такие фрагментики, курочек. Стараться особо нечего. Так. Сколько варить грудку, если вот так кто-нибудь интересуется. Вот. Грудку после закопления, у меня на косте она была, она варится дольше. Варится 20-25 минут, в зависимости от размера. Поменьше грудка, 20 минут после закипания. Покрупнее грудка, вот как у меня была она. Грудка была очень крупная. Тут не все. Половина. Ну, не половина, конечно, какая-то часть ушла моей собаке Тоби. Вот. Смотрела такими глазами, что я не могла ему отказать. Вот. Я варила 25 минут. Вытаскиваю. В воде не оставляю никогда я курицу. Считаю, что это... Может быть, конечно, это... Так уж я чего-то насмотрелась по интернету. Все-таки курицы, их все равно на фабрике кормят антибиотиками, чтобы они не болели. И это все при варке варивается в воду, чтобы обратно в этой воде с какими-то антибиотиками курица не лежала. Я всегда вытаскиваю. Вытаскиваю и остужаю. Ну, и просто, чтобы она не была такой водянистой. Вот если готовить 20-25 минут, курица сухой не получится. И не держать ее в горячей воде, потому что она продолжает там довариваться. Вот. То курочка сама остается очень нежной. И вот будем ее с вами резать. Курочку мы порезали. Вот так, миленько. И сейчас нам надо мелко почистить луковицу. Кто любит, вообще даже две луковицы кладут в этот салат. Но я думаю, что вот такой большой луковицы, да, лунки получаю, она будет достаточно. Самое главное, ее надо почистить мелко. Если лук, вот у меня лук, он не горчит. В принципе, я уже из этого, ну, то, что вот покупали, пробовала. Если горький лук, а как это еще определить, иногда вот я режу, он у меня, ну, не слез там, ничего нет. Он такой неедучий. Вот бывает такой едучий сразу, если вы чистите, и вам плакать хочется. Залейте ненадолго кипяточком, потом слейте воду прям буквально на одну-две минуты. Вот эта горечь и острота, она из лука уйдет. А лучше вообще покупать белый лук. Знаете, он не желтый, но для салатов я имею в виду. Но вот этот у меня обыкновенный желтый. Просто он какого-то сорта, что ли, другого не едучий. Короче, режем мелко луковицу. Вот так, миленько. Надо сказать сразу, что я с помощью терки это делаю. Ну, специально терки для овощей. Салаты мне нравятся так, потому что сама так не нарежешь. Милко. Ну, может, если только шеф-повар-то. А я повар-любитель. Так. Теперь берем огурец. Один большой или два маленьких. И тоже соломочкой, аккуратненько, небольшой соломочкой нарезаем. Ну, так вот. Тоже при помощи терки я сделала. А хвостики сейчас догрызаю. Кладем тоже в миску. И сейчас будем с вами яйцом отделять белок от желтка. Сейчас нам, ну, вот в сам салат нам нужен белок. Ну, и при помощи своего приспособления просто я вот так раздавлю оттуда белок. Миленько получается. Ну, а можно просто мелко порезать. В принципе, я это делаю только для безстрата. Мне кажется, с помощью вот такой штучки это делается очень быстро. И что я теперь делаю? Вот, в принципе, сейчас мы будем жарить с вами картошку. Это довольно такой длительный процесс. Нам надо будет ее натереть, почистить, натереть, обжарить, остудить. Вот. Можно просто салат закрыть и поставить его в холодильник. Но я делаю немножко по-другому. Я немного сейчас добавлю майонеза. Вот. Размешаю. Закрою это крышкой. И поставлю в холодильник, чтобы сам салат немножко у меня пропитался майонезом. Уже был такой не сухой. Все хорошо соединилось. Потом, когда мы еще будем добавлять картофель, а картофель мы будем добавлять как вовнутрь, так и для украшения, мы еще посмотрим, нужен нам майонез добавлять, не нужен нам тоже. Вот. Дело третье, как говорится. Может, и не нужно будет. Вот. Все. Перемешала. Закрою сейчас крышкой. И уберу это в холодильник. Вот. У меня крышечка. Вот. И в холодильник. А сами будем заниматься картофелем. Приступаем к приготовлению картофеля. Еще раз напоминаю, что нам нужно. Нам надо полкило картофеля чистого. Я сейчас его почищу. Натру вот на такой терке. Терка вот такая нужна для корейской морковки. Кого нет, купите. Не обязательно такую. Можно и дешевую купить. Наверное, те же функции она будет выполнять. Нам нужен вог или высокая там косюля сковородка. И довольно большое количество растительного масла. Так как мы картофель будем небольшими порциями жарить, обжаривать до хрустости, до такого золотистого цвета. Ну, небольшое количество будем запускать за раз, чтобы все хорошо прожарилось. И что нам еще надо? Мне нужно будет тарелку и бумажное полотенце приготовить. Все-таки туда мы будем картошечку складывать. Ну что, будем чистить картофель. Картофель будем обжаривать небольшими партиями. Вот. До румяности такой. С одной стороны, с другой. В принципе, он все равно слипнется. Хотя картофель им показался вообще крахмальстый. Я его даже промыла в ушлаке, чтобы вымылся лишний крахмал. Все равно будет слипаться. В любом случае, это нам только уж в большом-большом количестве во фритюре таком жарится. Но мы его все равно поломаем аккуратненько, потом разберем. Так что ничего страшного не быть. Самое главное, чтобы он был тоненький. Ну и хорошо не сгорел, но хорошо зажарился. Вот такая картошечка у меня получилась. Некоторая она слиплась, но это будет происходить обязательно все равно, если не во фритюре. Но она крошится очень хорошо. Вот. Ну что хочу сказать. Самое трудоемкое в этом салате, это, конечно, пожарить вот эту картошку. И такой салат, конечно, на каждый день, если нет, во фритюрнице не будет делать. А вот на праздник, я думаю, что сейчас оформлю, посмотрим, как это действительно красиво смотрится или нет. Вот. Потому что делаю я этот салат первый раз. Знаю его давно, но никогда не пробовала. Я сейчас вот готовлю, наполняю свой прайс-лист салатами для праздников. Хочу попробовать все известные и красивые салаты, приготовить, посмотреть, попробовать и поделиться с вами. В принципе, у нас вот здесь салат, он уже заправлен майонезом. Сейчас я его попробую. Вот часть картофеля мы оставим на украшение, чтобы сформировать вот это гнездо глухаря. Часть мы положим сейчас с вами в сам салат. Понадобится нам еще зелень для украшения. И для яичек, которые у глухаря мы будем класть в гнездышко, желтки мы из них будем формировать. Ну, напомню, что если кто не хочет заморачиваться, хотя, в принципе, они вот куда они будут оставаться, это желтки. Можно купить переплинные яйца. Но, кстати, вот с этими, наверное, даже будет нежнее, потому что в них тоже добавляется майонез, укропчик. Ну, в общем, давайте доделать салат наш. Ну, еще раз повторю, вот на этом этапе можно попробовать, как у вас много майонеза, немного, у меня немножко будет суховато, добавлю немножечко майонеза. Добавим мы сейчас сюда картофеля в часть. Все это тихонечко я перемешаю и выложим это с вами в салатник. Теперь берем укроп и порежем его. Отделю я вот эти маленькие, порежу и мы сделаем с вами такую зеленую подложку для салата. Укропчики я порезла. Немного укропа мы оставляем для украшения. Сделаем, вот в серединочке нам надо хорошо вот это все просыпать зеленью. На этой травке у нас будут лежать яички глухаря. Вот так, наверное, будет достаточно. Так. Ну и что, теперь мы из картофеля, который мы оставили, вот, мы делаем украшения в виде самого гнездышка. Если какой склеился, ничего страшного, он уже потом, когда такой вот уже остывший, он хорошо, он хрупкий делается и хорошо ломается. Ну и так будем с вами украшать. Вот такое гнездышко мы сделали с вами. И теперь мы будем делать украшения из желков. Берем миску и разминаем туда желточки. Можно просто вилочкой. Все пять штучек у нас уйдут. Размяли. Добавили немного майонеза. И вот нам надо столько майонеза добавить, чтобы желтки у нас сформировались в такую клейкую массу, чтобы из них мы могли сформировать с вами три яичка глухаря. Три штучки с вами надо для украшения. Вот майонеза, мне кажется, достаточно. Добавляем укропчик для украшения. Еще немножко добавлю. Рысковато получается. Так, оставшийся укроп я добавлю тоже в салат. И сейчас мы будем формировать с вами яички. Хорошо я вспомнила, но это просто под отзывом в интернете я читала. В самом салате в рецепте этого нету, но в желтки можно добавить чеснока немного. Это только улучшит этот салат. Так что небольшой такой зубочек чеснока. Смотрите, на мелкой терке, ну или чеснок далекий раздавите. Вот и перемешайте. Ну, не хотите, в принципе, никто вас не зашаляет. Но по отзывам в интернете я знаю, что вот кто без чеснока делает, все говорят, что вот чесночка бы. Поэтому мы добавим. Поверим. Ну, все, все клейкое. Сейчас будем формировать 3 яичка-глухаря. Разделила я их просто вот так приблизительно на равные части. Чтобы одинаковые они были. Вот. Скатываются они очень хорошо. Еще сейчас мы их выложим с вами на салат. Ну, вот и такой салат мы с вами сделали. Гнездо-глухаря. Надеюсь, салат вам понравится. Готовьте его на праздники. Подписывайтесь на канал. И следите за конкурсом, который скоро будет на моем канале. Всем пока-пока! Салат. 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 Салат.